Окружные законодатели согласовали оптимизацию 16 учреждений образования. Объединение организаций позволит сократить затраты на административный персонал и перенаправить эти средства на образовательные программы. В свою очередь это скажется на повышение качества образовательных услуг за счет перераспределения трудовых ресурсов, более эффективной эксплуатации единой материально-технической базы. По инициативе педагогических коллективов единое образовательное учреждение появится в поселке Шойно. Общеобразовательная школа объединится с детским садом. По этому же принципу крупные образовательные кластеры созданы в Наринмаре и поселке Искателей. Так в среднюю школу поселка Искателей вольются бюджетные учреждения дополнительного образования – Дом детского творчества поселка Искателей и детско-юношеская спортивная школа поселка. Средняя школа номер 3 примет Центр детского творчества города Наринмара. Ненецкая школа имени Антона Пырерки объединит Ненецкую санаторную школу-интернат, санаторный детский сад и Дом детского творчества Наринмара. В настоящее время все реализуемые общеобразовательные программы, это в настоящее время начального общего, основного общего и среднего общего образования, которые реализует школа имени Пырерка, санаторная школа – это общеобразовательная программа начального общего образования, санаторный детский сад – образовательные программы дошкольного образования, дом детского творчества, дополнительные общеобразовательные программы будут реализовываться в прежнем размере. В процессе проведения реорганизации в основном будут сокращены должности административно-управленческого и обслуживающего персонала. Обучающиеся воспитанники продолжат обучение в тех же зданиях и помещениях по тем же программам. На сегодня школу уже собрала под одной крышей санаторную школу и ДДТ. Необходимость такой оптимизации также обусловлена и отсутствием в учреждениях специфической направленности воспитанников с туберкулезной интоксикацией. По данным, представленным Департаментом здравоохранения, у нас нет детей в данных двух учреждениях, нет детей с туберкулезной интоксикацией. То есть те дети, которые имеют данную туберкулезную интоксикацию, они проходят лечение в тубдиспансере. И услуги данным детям будут отказываться также педагогам на месте их лечения. Все прочие дети могут обучаться на тех же условиях, что остальные дети. То есть образовательная программа здесь никак не нарушится. Ликвидации санаторного детского сада никак не предполагается. То есть дети также будут получать данные услуги. При этом у школы Мини-Перерки уже есть медицинская лицензия. На ее базе планируется создание единого школьного центра здоровья для часто болеющих детей. Кроме того, единое учреждение дополнительного спортивного образования объединит в себе площадки НОРД «Лидеры Старт». Одним юридическим лицом станут школы искусств на Ринмаре и поселки Искателей. Ирина Нежалова, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал Север.